здравствуйте мои дорогие друзья вот я сегодня с вами мы в этом отеле мы приехали как поняли на съемки мастер-шеф вот пару дней у нас есть свободных я валентина он там рыжие где-то валь вот после мастер-шеф узнают на улице да очень знаю карина столько мне так это приятно я ездила другой город на 50-летие с окончания школы и меня и в парикмахерской узнают и на базаре где бы я не появилась мне все люди зацепляют и такие странные вопросы задавили карина вообще а сколько вы заплатили чтобы туда попасть меня тоже спрашивают а я говорю ребята я ничего не платила ни копеечки я просто прошла 4 кастинга вот от одесского и в киеве три кастинга и поэтому я попала на мастер-шеф а кита есть плюс его скидки делают какие-нибудь да на улице заре есть ребята я очень довольна они очень хорошие те ребята они меня ну дарят и пергаментную бумагу и пленку кондитерскую салфетки и для торта в коробочке ну в общем что я только хочу у них купить они мне деньги не берут все и они мне говорят тетя Валя если вы поедете на мастер-шеф вы обязательно не нам помашите ручки передайте привет поэтому я им передаю привет они очень хорошие ребята скажите что у карины и ванесовой подруги моей мы с ней дружили весь проект вот и в ней есть канал и она там выставляет все поэтому карина ванесова это я да да если что вы зайдите на ее канал и там услышите все комментарии что я про вас рассказала Валя а вот цену я смотрела 180 гривен за килограмм торта а это очень мало может начинаете поднимать или боитесь пока поднять ну пока не поднимаю потому что что то люди в нас в Одессе так обнищали бедные им скажешь цену они пугаются ну те клиенты которые у меня раньше были немного прибавилось другие слава богу они покупают и за вкус никогда них тоже такое самое все хорошее покупаете на базаре все самое хорошее самые качественные продукты покупаю стараюсь я делаю очень качественно очень ну стараюсь что было больше клиентов все-таки я на пенсии сижу у меня маленькая пенсия а это как бы мой заработок поэтому я очень стараюсь а делаю на вкус все хорошее чтобы люди ко мне обращались Валя вот когда вы ушли вы же до десятки ушли до не вошли десятку вошла вошли в 10 а и ушли до сразу что-то я помню как вы сидели гольную я как-то очень устала слава богу я домой да я очень устала за три месяца очень устала и я уже дух очень хотела домой очень хотела и кеда миша мне подставил уже мясо мне так сильно зажарил в духовке да поэтому я даже же мясник это миша мангальчик поэтому я ему даже слова не сказала я была рада что я уже ухожу домой что я все равно мне не надо было сильно напрягаться и заходить даже в ту шестерку кителя потому что я работать не могу мне предлагали мне предлагали в два кондитерских цеха в ресторан предлагали но я же у меня больной колено я выстоять просто не смогу 12 до 13 часов я не могу выступать поэтому я сейчас дома занимаюсь закрутками лето я в прошлом году ничего не делала было целое лето на проекте а в этом году я все наверстываю все догоняю в общем вот такие карьеры вы уже я же помнишь и как мы сидели учили боже мой это такая нервотрепка всегда и валентина сразу же на следующий день когда она понял что она уезжает дома над карина я теперь не нервничаю я уже еду а я еще мне трясло потому что действительно когда мы ходили на эти конкурсы действительно так трясло в животе как холодец а валь вы не ожидали нет вы же смотрели мастер шеф это я не смотрела вы не ожидали что так будет сложно да нет карина я и я даже смотрела правда все сезоны ну там же не видно там конкурс происходит все как но там же не видно вот эти выездные какие были тяжелые для меня когда мы по песку шли жара июль месяц очень очень тяжело когда закапывали эти продукты когда воду туда ставали печет голову самый июль месяц было для меня было тяжело для меня было сложно а я представляю для вас карина ты же считай моя дочь подошу моему сыну 47 и тебе 47 вот а дети молодые которые лиски там девятнадцать жени 20 салами я как плакала потому что было тяжело а шо мне тогда говорить если мне было 6 6 я хотела умереть я на этом конкурсе я просто хотела но не умереть хотела лечь думал пусть может вызвать скорую или что но потом передумала серьезно я думала на пусть вызвать скорую я не смогу я не выдержу правда очень было тяжело мне мне им но я старалась карина я старалась ты же видела я старалась конечно я с наташей хоть мы жили вместе но я с ней скобалась особенно ты помнишь на проекте когда была коммунальная когда она кричала когда я ее спрашивала кастрюля кому-то нужна нет никому я поставила рис ты забрала кастрюлю сковородка тебе нужно ты будешь жарить жарь потом она кричит отдай сковородку я рыба не дожарилась а дай сковородку дай сковородку я врустав рядом жарь на сковородке рис я тебе дам ты переварила рис я варда не пирали валют а их тор меня похвалил и сказал что рис не переваренный за рис нормальный а она на меня потом обиделась и ну чушь ты обижайся ну такой человека характер она такая характерная вот а скорее на я дружила очень нормально мы карина очень плакала когда я уходила я очень плакала я плакала я думала не переживу как я останусь сама как я останусь но ничего пережили все я очень рада что меня позвали на проект вот сейчас что я со всеми повидалась что мы вчера провели очень хорошо день что нас очень хорошо накормили ну вкусными блюдами и ресторанами очень я очень рада а как нас поместили разместили в этот отель какие завтраки ну все прекрасно нас вообще стб по большому счету молодцы они хорошо относятся к очень хорошо относятся да по участникам вот это еще завтра не 19 предстоит нам один удар вот этот соревнование и с восьмым про проект валентина когда болела то стб оплачивала и лекарства не давление было повышалось там и а когда я заболела то они тоже полностью оплатили они мне лечение и в принципе к двум врачам аж повезли я до сих пор я благодарна что одному врачу повезли а потом отвезли к другому врачу не только у нас тут у нас зубы ставили и максим ногу поломал ему тоже там что-то делали насчет этого спасибо стб спасибо туричу за то что он так с нами поступал хорошо добросовестно нормально меня особенно поразило что вот меня к двум врачам валентина самом деле к одному врачу но такому государству повезли он а потом году давайте наверное мы еще участную участка там куча анализов было очень дорого было а результат потом маша не в израиль поставили врач был в израиле отдыхал и тогда только они меня допустили конкурсу я просто это еще не когда не рассказывала но у меня в одном моем городе мне один диагноз и лечили по другому диагнозу именно здесь на стб когда попала проект у меня вылечили точный диагноз далее вылечить молодцы в этом плане но не знаю какие другие планы пока мы столкнулись только так стб ну классно классно хороший канал я его люблю у меня этот канал золовей не вылазит я все время его смотрю постоянно этот канал стб смотрю и я так очень соскучилась и за эктором за татьяна я вчера сфотографировалась довольна что я не иметь фотографию память потому что на роду да хочу за эктором сфотографироваться может еще удастся потому что что я хочу сказать что больше мы уже наверно не встретимся мы больше не приедем вот хотя татьяна сказала что может вы еще встретитесь когда будет конкурс что покупать у них что они будут готовить типа на фен полуфинале там нашу ну я не знаю позовут приедут для меня это очень ну бальзам на душу я никуда дома не хожу нигде не общаюсь не в рестораны ничего кроме церкви и все больше никуда не хожу была подруга это она ушла вот а так уже я все время дома дома а когда вот сюда я развеялась а я поезде приехал развеялась я здесь с вами повидалась мне очень просто я же варю ну очень я рада что я приехала на этот проект юля смотри он весь июля боже на 5 телефоне люди вы сколько раз я буду показывать видео вы сверезла юля все время телефоны она бизнес-леди что я тоже бизнес-леди но не до такой степени она все время юля хочу пару вопросов тебе задать юля пару вопросов а стб ну быстрее ну потому что это все буду публиковать мне это все очень нравится снимать и будешь там что-то вырезать да буду что-то вырезать ты что-то тебе не понравится я что-то я меня вырежу потому что ты вырежешь комплектула да сейчас